В этот раз оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан началось с 15-минутным опозданием, но Хабиров, впрочем, вежливо извинился и объяснил свое опоздание тем, что он был вынужден инспектировать проблемные строительные объекты. При этом Радифаритович оптимистично пояснил, что на этих объектах темпы очень хорошие. Тут, как говорится, даже страшно предположить, какие невиданные темпы царят на тех объектах, которые не попали в категорию проблемных. Похоже, Радифаритович неукоснительно следует концепции хвалить себя даже в тех случаях, когда хвалить особо и не за что. С печалью в голосе руководитель региона рассказал, что делегация Республики Башкортостан в Китайскую Народную Республику ездила без него. 26 регионов Российской Федерации присоединили свои делегации к визиту Владимира Путина в Китай. Большинство этих делегаций, естественно, возглавлялись губернаторами. Но и в этот раз Хабирова не подпустили к совместному мероприятию с Путиным, и это становится явной традицией. Помните, когда Путин летал в Казахстан, Хабирова просто развернули на полпути и велели сидеть дома. Ну и несколько еще подобных случаев происходило. По какой-то пока не выясненной причине Путин старается сторониться Радифаритовича и не вступать с ним в лишние контакты даже на существенной дистанции. И пока прекрасная Маргарита Болчева докладывала о том, как она мастерски договаривалась с лукавыми китайцами о строительстве в Республике Башкортостан заводов по переработке костей и производству фербороцементных плит, Хабиров с не меньшей помпой был вынужден открывать спортивный зал в парке «Патриот». Тут, как говорится, каждому свое. Продолжая свое вступительное слово, Хабиров напомнил, что в грядущей неделе у нас предстоят последние звонки, которые прозвонят для 15,5 тысяч выпускников школ в Республике Башкортостан. И потому, отметил Радифаритович, необходимо соблюдать в связи с этим строжайший сухой закон. Ну, из года в год мы очень беспокоимся, как бы наши выпускники школ не перепились насмерть в этот торжественный день. Но сухую повелел Хабиров проводить и Сабантуи в районах. И вместо пьянки и обжорства мудрый Атай всех башкир предложил главам районов уделить побольше внимания людям труда. Вот прям так он и выразился. Тут как-то повеяло старосоветской какой-то терминологии, то есть люди труда и так далее. Вот этот пафос, конечно, звучал весьма неуместно. Кроме сухих Сабантуев и трезвых выпускных торжеств, Хабиров анонсировал целую череду праздников и фестивалей, которые на нас надвигаются. Инвест Сабантуй в Сибае, Китаб-Байрам фестиваль в Уфе, открытие музея Шаляпина, торжества по случаю дня рождения Салавата Юлаева. Как говорится, скучать не придется. Но, на всякий случай, повсюду, для массовости, велено нагонять школьников и студентов. Вдруг кому-то покажется, что эти мероприятия совсем никому не интересны. В очередной раз убеждаемся, Хабиров человек праздник. Воистину, он нам не просто Атай, он нам Атай-Байрам. Уважаемые зрители, если вы по какой-либо причине все еще не подписаны на канал Открытая Политика, обязательно сделайте это. Подпишитесь сами, подпишите своих родственников, друзей, соседей, домашних животных, всех. И не забывайте помогать нашему каналу. Помогать можно по-разному. Можно поставить лайк, можно написать комментарий, задать вопрос, а можно помогать материально. Если вы готовы поддерживать наш канал материально, а это нам очень нужно, особенно в такие тяжелые времена, вы можете это сделать через расчетный счет, который мы вам демонстрируем. И также этот расчетный счет вы можете обнаружить под любым видео на нашем YouTube-канале. После более чем месячного отсутствия в эфирах оперативных совещаний, доклад о ситуации в ЖКХ все-таки сделала министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Александровна Голованова. Мы, как говорится, выдохнули с облегчением. Ирина Александровна, жива и здорова, да еще и с прекрасной прической, осчастливила нас докладом о том, как все прекрасно в жилищно-коммунальном хозяйстве республики. Отопительный сезон, по словам Головановой, завершился везде. И с 20 мая начинается массовое отключение горячей воды в многоквартирных домах в связи с так называемыми гидравлическими испытаниями. Дворников у Головановой осталось на всю республику всего 2222, но Голованова Ирина Александровна с оптимизмом смотрит в прекрасное будущее башкирского ЖКХ. Содокладчицей Головановой по этому пункту была и Любовь Дмитриевна Минакова, которая рассказала о ситуации на дорогах республики. ДТП за минувшую неделю случилось 40, пострадало в них 48 человек и погибло трое. Количество погибших все еще превышает федеральные показатели, которые были установлены для республики Башкортостан. Растет и пьянство за рулем. Всего за пять месяцев текущего года выявлено уже более 6 тысяч нетрезвых водителей за рулем, а это только тех, кого поймали. Это существенно больше, чем за тот же период минувшего 2023 года. Несмотря на то, что Минакова вообще ничего не говорила о ямочном ремонте, о нанесении разметок и вообще о ремонте дорог, Хабиров, выслушав Минакову, опять поднял тему фонящих дорог. Заявил Хабиров, что очень сильно переживает за начало работ. Напомнил, что 2023 год был сорван. Также Радифаритович заявил, что, как он выразился, не слезет с Минаковой, пока не закончит ремонт многострадальной дороги Сибай-Акьяр. Завтра мне, Любовь Викторовна, письменный доклад дайте, там не надо литературы, напишите, когда, какие участки связятся по схеме Сибай-Акьяр. Я вот пока не добью Сибай-Акьяр, я там не слезу с вас. Отнесем это все к категории образности языка дорогого Радифаритовича. Не хотелось бы, чтобы Любовь Минакова даже в ранге исполняющей обязанности министра претерпела столь суровое испытание. Ну, в общем, как говорится, как сказал, так и сказал. Далее последовал доклад на достаточно животрепещущую тему о перспективах урожая в Республике Башкортостан. По результатам оценки ущерба от заморозков, министр сельского хозяйства Фазарахманов Ильшат Илдусович сообщил, что повреждения посевов составили 10 тысяч гектаров, вопреки предыдущим его прогнозам на 17 тысяч гектаров, и окончательно погибли посевы только на 6 тысяч гектаров. И там, естественно, их будут пересеивать. Но для сравнения, для понимания скажу, что в течение суток в Республике Башкортостан в основном засеивается 70 тысяч гектаров. То есть 6 тысяч гектаров – это буквально всей Республике часа на три работы. Если, конечно, верить Фазарахманову. Фазарахманов заявил, что заморозки по Республике в сельском хозяйстве прошли более или менее. Так вот он буквально выразился. И оценив ущерб перспективе урожая, Фазарахманов звучал в этот раз существенно более оптимистическим и убедительным. Также Ильшат Илдусович сообщил нам, что топливо для сельскохозяйственных работ уже закуплено 82%. И отставание от графика посевной составляет всего-то 2-3 дня. Завершение посевных работ Фазарахманов планирует совершить 22-23 мая. То есть, в принципе, если сравнить доклады Фазарахманова на этой неделе и на предыдущей, это, конечно, небо и земля, потому что на предыдущей неделе он распространял панику и рассказывал о том, что у нас все вымерзло, все, значит, там плохо, свекла и так далее, и так далее. Сейчас, судя по словам министра сельского хозяйства, все замечательно, все прекрасно, пересеивать нужно совсем чуть-чуть погибших посевов, и все будет очень хорошо. Хотелось бы верить Ильшату Ильдусовичу, который совершил практически невозможно. Еще на прошлой неделе у него отставание по сельхозработам было 2 недели, теперь всего 2-3 дня. В общем, остается нам только верить на слово Фазарахманову, ну и, соответственно, осенью мы, наверное, увидим по ценникам в магазинах, насколько у нас удалось преодолеть вот эту, значит, ужасную коллизию природы аграриям Республики Башкортостан, или Фазарахманов в этот раз немножко приукрасил то, что сгустил в прошлый раз. Министр промышленности и развития всего, что несет нам благо и прогресс, Александр Шельдяев, сделал на этой неделе весьма тревожный доклад о том, что несмотря на то, что Республика Башкортостан занимает второе место по Российской Федерации по количеству газозаправочных станций для транспорта, сбыт газомоторного топлива в среднем по республике за период 5 месяцев упал на 11-18%. Это в среднем по республике Башкортостан. А вот, например, по трассе М-7 падение сбыта газомоторного топлива составило аж 38%, в Уфет – минус 3%, на трассе М-240 – минус 25%. Исключения, по словам Шельдяева, составляют «Нефтекамск» плюс 14% и трасса М-5 плюс 38%. Невзирая на планы по строительству еще 13 газозаправочных станций в Республике Башкортостан в текущем году, прогноз Шельдяева в этом году и по результатам этого года абсолютно неутешительный. Сбыт газомоторного топлива даже при самом лучшем раскладе упадет на 8%, и это при том, что государство вольет в отрасль по строительству газомоторных заправочных станций аж целых 500 миллионов бюджетных рублей. Шельдяев, впрочем, не отчаивается. Планирует провести спасительный форум, на котором будут сытно обсуждать проблемы газификации автотранспорта в Республике Башкортостан. Выслушав Шельдяева, Хабиров обрушился с критикой как на самого Шельдяева, так и на глав районов. Судя по снижению показателей в этой сфере, работа ведется не на должном уровне, заявил Ради Хабиров. Главы муниципалитетов не выполняют свою работу. Органы госвласти должны подталкивать людей к тому, чтобы газифицировать свои автомобили, автобусы и грузовые машины. Хабиров впенял лично Шельдяеву, Минакова и всем-всем-всем. Но, естественно, сам-то он ни в чем не виноват. Но проблема заключается в том, что техника при переводе на газомоторное тофливо теряет чаще всего заводскую гарантию. И вот это очень смущает собственников этой техники. Потому что перевести на газомоторное топливо, ну понятно, там 200-300 тысяч заплатил и поставили тебе это оборудование. А вот гарантия на автомобиль, на грузовик или на автобус в этот момент пропадает. Если что-то случится существенное, даже не связанное с двигателем, но автопроизводитель оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте. Люди смотрят на это все, считают в уме экономию. Зачастую теперь приобретается отечественная техника, которая, понятное дело, ломается на порядок чаще, чем импортная. И люди делают вывод. Нет, пожалуй, мы не будем газифицировать свои автобусы, грузовики и легковые автомобили. Как говорится, от греха подальше. Но, тем не менее, Хабиров, видимо, имеет какие-то существенные обязательства перед теми, кто торгует газомоторным топливом. А этих игроков у нас в Башкирии немного, три или четыре. И, соответственно, всячески насаждает вот эту тему по установке газомоторных этих систем на транспорт. В том числе Хабиров настаивает на том, чтобы теперь покупали новую технику, только заранее либо уже оснащенную вот этим газовым оборудованием, либо ту, на которую поставить газовое оборудование проще. Мы уже много раз обращались к этой теме. И вообще пять лет Хабиров пытается газифицировать транспорт в Башкирии. Не очень получается. Там речь все-таки идет о сотнях единиц, что капля в море на самом деле. И мы каждый раз об этом говорим. Я, как все-таки человек с образованием в области двигательстроения, понимаю, что установка газового оборудования – это весьма спорное решение. Да, существует некая экономия по топливу, но вот ресурс моторов, гарантийные обязательства и так далее, и так далее. Вот эти вот обстоятельства никто никогда не отменял. Министр здравоохранения Республики Айрат Рахматуллин сделал доклад о состоянии укомплектованности медицинских учреждений средним медицинским персоналом. Айрат Разифович мужественно подтвердил, что Республика не укладывается в федеральные целевые показатели по укомплектованности средним медицинским персоналом. Только пять муниципалитетов в Республике из 63 районов и 9 городов имеют 100% численность среднего медицинского персонала. Это Уфа, Уфимский район, Сибай, Белорецкий район и Дуванский район. Во всех остальных муниципалитетах и городах Республики недобор среднего медицинского персонала. В некоторых муниципалитетах процент укомплектованности составляет 40-45%, меньше половины. Например, Иглинский район, Карамаскалинский район и много таких еще. Во многих не превышает 60%. Всего в Республике не хватает 4425 медицинских работников среднего звена. Разговоры на эту тему вообще продолжаются уже у Хабирова пять лет. Разрабатываются планы, стратегии, меры. Вдвое увеличено количество мест в медицинских колледжах и даже обещают эти колледжи когда-нибудь отремонтировать. Но ничего не помогает. Молодые специалисты бегут из Хабировского рая, не желая наслаждаться работой дома. Причина до смешного проста. В Республике Башкортостан одна из самых низких зарплат в сфере медицины. И в целом уровень и качество жизни ниже, чем даже в соседних регионах. Молодые специалисты, получив образование, просто оглядевшись вокруг, уезжают в Татарстан, в Пермь, в Челябинскую область, куда только не уезжают. Многие уезжают даже в Москву. Если посмотреть на количество мест в медицинских колледжах по Республике, то за два года, если бы выпускники оставались в Башкирии, проблема была бы решена. Но она не решается и не решена уже пять лет. Так что вот, это четкая иллюстрация неэффективности менеджмента Республики Башкортостан. С недавних пор, с целью заполнить время, а заодно подчеркнуть процветание промышленности, на оперативное совещание стали приглашать директоров предприятий, чтобы они рассказывали, как неустанно, дорогой Рядь Фаритович заботится о процветании промышленности и бизнеса. Мы слышали разные доклады. Многократно приглашался директор аэропорта, руководители всевозможных газоснабжающих предприятий и даже директора всевозможных пекарен из Территамака. Тетеньку приглашили из Территамака, пригласили, она рассказывала, как она замечательно там печет хлеб. Хабиров сидел, таял, они все его хвалили на разные лады, как он здорово им помогает и так далее. И так далее. Наверное, в этот понедельник Хабиров был бы рад послушать об успехах акционерного общества «Башкирские электрические сети», но вот ведь незадача. Буквально накануне директора этого прославленного акционерного общества Павла Багаева арестовали за взятку сотрудники ФСБ. Ну, пришлось Хабирову слушать доклад о росте производства в Республике Башкортостан спортивного инвентаря. Вас, дорогие зрители и подписчики, мы не станем утомлять содержанием этого довольно неинтересного доклада, но подчеркиваю, все эти мероприятия с приглашенными директорами исключительно пиар-ход, чтобы подчеркнуть, как хорошо в каком-то месте пекут хлеб.